автомобиль opel astra h у нас не работает звуковой сигнал давайте проверим вот я нажимаю он вообще никак не гудит ничего с ним не происходит самое легкое это проверить предохранитель и реле в подкапотном пространстве причина еще может быть в самом sim-модули sim-модуль это вот эти вот переключатели поворотников дворников все же переключатели находятся в этом sim-модули там обычно пайка лопается и вас не работает то есть пропаиваете и все должно зафурычить еще причина может быть самой улитки сигнала возможно водичка попала кентакт контакты окислились это надо смотреть находится он если смотреть на капот автомобиль то находится слева в бампере там где-то гудок этот давайте проверим сейчас предохранитель скрываем крышку и по-моему вот этот предохранитель он и есть на звуковой сигнал сейчас мы его достанем сейчас посмотрим надеюсь дело конечно не в этом да друзья он перегоревший ну обошлись малой кровью давайте мне интересно соседние вообще нормальный раз этот перегоревший но смотрите что здесь здесь вообще намотана медная проволока на него то есть при коротком замыкание распред будет работать но это хреново возможно и он перегорел звуковой сигнал предохранители вот из-за этого предохранителя что-то не в порядке видимо давайте сейчас поменяем ставим здесь вот такая вот баночка с предохранителями так на 15 здесь не перегорит на вроде нет сейчас нажмем звуковой сигнал так и на 10 нормальный поставим поставим прозрачный чтобы если что то эти два контакта можно было позвонить давайте так все пойдем проверять гудка нет но надо проверить реле я сейчас буду нажимать должен был быть звук релюхи слушаем звук есть реле отрабатывать сама улитка сигнала вот она находится вон она там виднеется вот я тоже обязательно контакты посмотреть напрямую на аккумулятор соединить вообще гудит она или нет то бывает такое что вода попадет все на перестает работать находится в бампере под правой фарой и последняя известная мне причина в чем же дело почему сигнала нет это в кнопке звука вот эта кнопочка ее надо разобрать и там микросхема и вот по этой микросхеме я не понимаю вообще general motors зачем так сделали проходит вот это вот да пайка дорожка звукового сигнала то есть если она выгорает или лопается ну все у вас сигнала не будет я вообще не понимаю для чего это сделали то есть надо ее разобрать и посмотреть эту дорожку короче что получается предохранители поменял все нормально реле отрабатывается функцию выполняет надо лезть к этому к улитке звукового сигнала блин надо машину загонять не на улице это буду делать бампер снимать или поддомкрачивать ее сейчас есть другой вариант у нас тут у друга опера страж тоже стоит сейчас мы снимем кнопку руля звукового сигнала и просто поменяем с той машины с рабочей где есть звуковой сигнал поставим сюда и посмотрим в ней ли дело ребята вот наша другая ашка стоит ну-ка здесь здесь все гудит сейчас будем вот эту кнопочку снимать и ставить на нашу другую не работающую так все кнопку я открутил она крепится вот с этой стороны руля изнутри саморез все осталось только вот фишку сдернуть отсюда и пойдем проверять на другую машину подушка легко снимается здесь две дырочки тоже изнутри вот она одна и с этой стороны другая и обычные вот такие скрепочки раз два и все щелк она у вас снимается так давайте залезаем в эту здесь она правда комплектация другая здесь она черная это серенькая ну и ладно зато исключим если не в ней дело есть главное держите подушку иначе как у меня она прям выскакивает пусть то вы ее подергиваете и вам провода не порвать ставим вот так вот чтобы к саморезу был подход у нас чтобы его выкрутить подушку фиксатор вынимаем без ногтей то вот тоже делать сложно я мое блин так фиксатор готов подушку с ним дальше звездочка снимаем кнопку так все попал и откручиваем саморез так все саморез я открутил кнопку она сидит там довольно туго ее аккуратно поддевайте она там тоже типа защелки какие-то опа и снимаем фишку и вот в этой беде внутри микросхема и там может быть просто пайка лопнутая ну либо дорожка сгорела ставим нашу кнопку так все одели одеваем обязательно ребят подушку потому что сигнал вы иначе не проверите подушкам случаются фиксатор не забываем не гудит музыка переключает кнопка кнопка рабочая но рабочая машина звук прибавляется убавляется остается блин значит не в кнопке дело смотрим гудок сам лезем в бампер и самая плохой это сим модуль там перепаивать паять подомкратил я автомобиль думал пыльники придется снимать а там и нет нифига смотрим что здесь вот сама улитка стоит улитка уже менее на нештатная вот на термоусадке два контакта здесь также герметик какой-то да вот он герметик отлетает здесь какая-то фишка непонятная дальше смотрим вот провод он уже изоляция рваная окисленная какая-то остается проверить контакты сейчас фишку зерна и проверим идет ли сюда сигнал в итоге что я сделал с улитки я снял фишку и вот на эту штатную подсоединил контрольку на один контакт и иголочкой вывел на другой контакт прозвонки по идее сейчас делаем тест лаунчем ты звукового сигнала и у нас должен идти либо плюс либо минус сюда и мы узнаем работает ли штатная проводка звукового сигнала и так значит давайте сейчас проверим через launch ищем систему андерхуд опель нашел и тут это андерхуд андерхуд электрикал центр заходим в нее кей и проверка активации здесь хорн тест вот он пожалуйста тест реле звукового сигнала все на улях потому что я не включил а теперь давайте смотрим на лампу выключу смотрим на нашу прозвонку давайте включаю по и вот видите плюс пошел отключаю все сигнал пропал еще разок включаю плюс есть реле включено отключил все значит со штатной проводки у нас на сигнал есть все нормально все работает значит дело в самой улитки снимаем ее и проверяем напрямую демонтировал значит сигнал вот я два провода кинул давайте просто сейчас аккумулятору прислоним если он рабочий он должен гудить не гудит меняем контакты на всякий случай проверим сигнал не работает так взял я другой сигнал он вот такой то здесь не двух контактов плюс и минус контакт здесь масса вот плюс а вот масса давайте проверим его но как я помню у меня он должен был быть рабочий беру его контакта не фурычит а наоборот контакт просто отпал вот рабочий есть значит поставим его все значит прикрепляем его вот сюда к этому кронштейну где он и был он как раз на кузов идет но сначала зачистим все наждачкой чтобы у нас был контакт так а мне придется еще значит масло есть получилось вот что один контакт я значит на плюс подкрепил старой фишки другой контакт час на массу вот так вот я его тут провод соединил друг в друга сейчас термоусадкой заделаю его второй контакт тупо провод намотаю на массу тоже зачищу и болтом гайкой закреплю и все будем проверять все сделал массу просто чуть провод удлинил намотал вот сверху сюда на болт как минус и плюс подсоединил ну короче штатную фишку взял сейчас давайте проверим тест звукового сигнала также через лаунч но будьте готовы гудок очень сильный и отключается он не сразу спустя там две-три секунды так и чё включаю тогда все работает все отлично блин давайте проверим сигнала такие сомнения что вдруг не работает все отлично очень повезло что сломан не сим модуль если сим модуль это пипец это вы снимать это руль снимать там все пропаивать это такая жопа там там дайте выставлять какой-то этот круг ездим не так поставить и вообще там все нарушите очень повезло что сломана улитка замена все отлично все работает все модуль мы не лазили слава богу так что друзья вот такая вот поломка начинаем от меньшего идем к большему сначала преды потом в руле кнопка и в итоге у нас улитка не работала поставили другую все заработало все отлично машина машина проедет дальше